Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Продолжаем золотой колос развлекаться. И, в общем-то, что у нас происходит? Погнали пробежимся, посмотрим по всему, что у нас есть. Во-первых, надо покосить вот эту лужайку. Это, в принципе, ладно, это понятно, это просто. Далее, наше поле. Тут идёт уборка, и тут растёт пшеничка. Пшеничка ради соломы. В принципе, не знаю, что нам сейчас надо по зерну. Вроде бы всего хватает. Далее, коровки. У коровок, по-моему, всё прекрасно. Можно вообще посмотреть всех животных сейчас. Коровки. Да, всё нормально. В принципе, можно их покормить будет. Но об этом чуть-чуть попозже. У нас, похоже, 1425 штук. Продуктивные подрастающие уже появляются. Молодняк появляется. Тоже всё хорошо. Старых пока нету. Вот если мы в овчарню забежим, то здесь у нас есть 1000 старых коровок. И где-то мне попадалась, короче, такая штука. Плейсовый объект, чтобы этих овечек забить на мясо. Но у меня он не установлен. Надо будет порыскать, посмотреть. Но в этой серии надо будет сделать. Я подумал, друзья, купить вот эту территорию. Поставить здесь, во-первых, склад для свеклы и жмыха. Чтобы отвезти сразу много. И не возить, короче, на коровник это всё дело. И поставить туда вот эту хреновину для бойню, короче. С животными понятно. Далее. Рисовые ячейки. Засеянные опять рисом. И уже даже воду я спустил. Так что убрать, засеять и всё. На балансе у нас 76 тысяч. И ещё у нас отработали заводы, теплицы, сады и вся вот эта вот канитель. Значит, по поводу сада. Он сейчас находится в стадии отдыха. Я туда перекинул, перевёз точнее нашу пасеку. Соответственно, в следующей стадии будет цветение. Во время цветения будет большой сбор мёда. Также во время я там нашёл какое-то здоровое поле, на котором цвёл подсолнечник. Перегнал туда пасеку. И там что-то около 3 или 4 кубов мёда собралось. Поэтому имеет смысл, в общем-то, гонять ту самую пасеку. Просто иногда лень. Далее. Теплицы. Тут у нас всё растёт, плодоносит. В 9 утра всё закончится. Тут всё стандартно. С этим всё просто, всё понятно. И, конечно же, заводы. Сахарный завод у нас отработал. Сахар весь перевезён был на завод соков и джемов. Здесь есть дохрена жмыха. Его отсюда неплохо было бы вывезти. Но это такая непервостепенная задача. А вот на заводе соков и джемов у нас закончилась переработка всего. Сахаром что-то здесь не то. С калькулятором неправильно он как-то посчитал. Я пытался потом подогнать под 550 кубов. Опять-таки, с помощью этого калькулятора свеклы сделал. Свекольный завод. Сахарный, точнее. Всё прекрасно. Считает. А здесь как-то может яло шара, может ещё что. Ну, короче, у нас есть 551 куб. До 600 кубов догнать не получилось, потому что свеклы тупо нет. Короче говоря, наша задача сегодня продать весь этот джем. Также у нас будет много клубники. Её тоже надо будет продать. Увы, на разные склады у нас попали томаты, баклажаны, огурцы. Но по одному составу, скорее всего, на консервный завод мы тоже вывезем по поезду. И всё это дело тоже продадим. Также на паровозике надо будет после уборки риса отвезти один состав на переработку этого самого риса. У нас тут уже 483 куба. Короче, риса тоже будет много. Надо будет его отвезти. Может быть, в следующей серии тоже продадим. Ну и последнее. Это что нам надо будет сегодня сделать. Это у нас есть задание на рапсовое масло. И оно уже тоже произвелось буквально пару часов назад. В общем-то, эту штуку тоже надо будет отвезти в порт. Короче, будем сегодня кататься на паровозике. Я думаю, что мы начнем именно с контракта. А, нет. И что нам еще надо будет сделать? Это убрать поле, затюковать вот эту вот солому и отвезти ее на овчарную. Там соломы совсем все плохо. Может быть, один прицеп тюков отвезем на коровник. Хотя на коровнике вроде пока всего хватает. В общем-то, поехали кататься на паровозике. Сегодня много таймлапсов, много паровозиков. Вот он наш прекрасный паровоз. Залазим в него. Заводим его. И в первую очередь, конечно, открываем, наверное, задание. Повесим это вот сюда. Тут, в принципе, один вагон всего. Но надо отвезти. Выезжаем. В общем-то, ЖД-маршруты с фермой. Ах, а где у нас маслоэкстракционный завод-то находится? По-моему, на мебельной фабрике. Маршрут, по-моему, идет туда. Ну, в общем-то, поехали. Так, а у нас, видимо, вагон и состав отцеплен, да? Да. Подцепляем состав. В общем-то, поехали загружать рапсовое масло. Сначала продадим его. Денег сегодня должно будет быть прям овер много. И это классно. Здесь, друзья, путь был не сильно далекий, поэтому все хорошо. Один вагон нам нужен. Вот его мы, наверное, и подставим. Аккуратненько подруливаем на маслоэкстракционный завод. Есть у меня мышлишка, взять эти самые полувагоны, или как они называются, для перевозки жмыха. И, собственно, в них вывезти отсюда жмых. Хотя, с другой стороны, автодрайв зарулил, да и все, он там будет вывозиться. Его, вероятно, тоже надо будет, кстати, продать. Уже много насобиралось. Рапсовое масло. Загружаем. Тут на один литр больше, чем нам надо. Камеру переводим вот сюда. И заказываем маршрут из мебельной фабрики в порт. Мы едем продавать. Бокс номер 7 находится, по-моему, слева. И, если что, как мы будем заезжать? Главное, не провофлить стрелку. А то я это дело очень люблю. Стоя, она еще не загрузилась, я уже начал трогаться с места. Все, загрузились. Понеслась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как контракт. Денежки капают. Денежек много. Мне это нравится. Контракт выполнен. 380 тысяч мы за это получили. Прекрасно. Далее, друзья, чтобы вас не томить всеми этими таймлапсами и пустыми. Встречаемся на загрузке садов. Черт. У нас линия занята. Ладно, пока просто ждем. Но, в любом случае, встречаемся там, да. А вообще, пока у нас заняты пути, давайте отправим еще двоих пацанов поработать. Во-первых, конечно же, косилку надо отправить. Пускай поедет, скосит полянку. У него все стандартно. По кругу 18-е поле. И потом едет парковаться. Поле 18. Бздынь. Погнал. Ты справишься быстро. Быстро. А ДжСБ-шку, друзья, отправим вывозить жмых нам на базу. Потом будем думать, что с этим жмыхом делать. Посмотрим, сколько его всего будет. Вообще, надо бы разобраться. Много чего можно повывозить, попродавать. А, для начала, кстати, жмых у нас еще есть на маслоэкстракционном заводе. Я про это совсем забыл. Как побочный продукт. Маслоэкстракционный завод. Жмых. Загрузка. И, соответственно, база сыпучая 1. Выгрузка. И вози, дружище, жмых. Перевезем его весь на базу. Посмотрим, сколько его у нас есть. Сколько можно продать. Сколько нам понадобится для других каких-то мероприятий. И там уже будем смотреть, продавать его, не продавать. Может быть, действительно, куплю я эти самые паровозики. Плюс в них рассаду можно будет возить. Ой, не рассаду, а грунт. Так, тут пацаны еще не закончили. Но уже скоро. Уже скоро. Слушайте, столкнулся я тут с какой-то непонятной штукой. Не дает здесь загрузку сока и джема. И это, как бы, мне не нравится. Хотя, в описании вагона, но это же джем или это томатная паста. Черт, это томатная паста, да. Скорее всего, рядом с томатами находится. Неужели на паровозе нельзя вот это все дело возить? Как-то это неправильно. Может, у меня карта старая? Сока я здесь, на самом деле, тоже не наблюдаю. Видимо, не судьба нам это все дело отвезти на паровозе. Ну ладно, это не самая большая проблема, которую можно себе представить. У нас есть и другой транспорт, способный на эти темные делишки. Например, вот эта вот штука. Тут есть еще, знаете, какой косяк? У нас, короче, на разные склады позакидывало все вот это вот дело. Почему-то первый склад закинуло 240 кубов. 8 кубов закинуло в другой склад. Это если Асоки говорит, с джемом такая же фигня. Джем, по-моему, на теплице он закинуло. Непонятно. Ну ладно, что поделать? Отправляем тогда работать автодрайв. Хотя по-хорошему, конечно, все неплохо было бы сгрузить в один склад. А у нас еще и автодрайва здесь нету. Классно. Ладно, сейчас по-быстрому рисую здесь автодрайв на вот эти вот склады. Так, ну вроде бы готово. Сейчас единственное, еще надо вот эти вот склад 1, загрузка, вот эти все точки закинуть в папку с садами. Бздынь, бздынь и последний бздынь. Вот, вроде как должно работать, но это не точно. Так, ну и давайте тогда смотреть, куда мы можем весь этот джем продать, а потом сок. Во-первых, на восточном тепличном комплексе его 248 кубов. Это много цены джема. Блин, вот на ЖД-станции бокс продается он. Че его в вагонах нету, хрен его знает. Но опять-таки, может быть и здесь на ЖД-станции. Тут вообще на ЖД-станцию можно отвезти его весь. Так, смотрите. В порту 276 кубов принимают. И 248 есть у нас на теплицах. Это 8 поездок вот этих вот по 30 кубов. Соответственно, можно отправить его туда на порт-бокс номер 8. 8 поездок. Здесь ставим джем. Сюда он хотя бы прописан уже хорошо. Соответственно, порт-бокс номер 8. Топливо есть, поэтому тоже все хорошо. И, соответственно, вот такая загрузка товаров. У тебя точка загрузки. Ну и все, давай, есть, развлекайся. Может, ты даже сразу подъедешь сюда, найдешь ее, да? Будет неплохо. Ну, давай, загружайся. Сделай мне приятно. Отлично. Вот так выглядит значок джема. Узи, и, соответственно, его действительно нет. То есть, слушайте, как проседается сразу. Это подвеска аж видно просаживается. Так, ладно. Ты поехал. Ты справишься. У тебя все будет хорошо. Тогда, друзья, нам еще надо забрать... О, начал свести садик. Соответственно, здесь пчелки сейчас... Да, надо будет следить за медом, потому что он будет набиваться, наверное, быстро. Нам нужна вот эта вот фура. Точнее, тягач-сидельный ман. Едем на нем на базу за контейнером. Контейнер цепляем ему оранжевый. Черный у нас занят. Там стройматериалы лежат, которые я случайно купил. Но подумал, я тут скоро стройки замутить. Поэтому они пригодятся. Стройок будет много. Значит, давай посмотрим, что у нас осталось по джему. 300 кубов есть еще на первом складе. Это 5 поездок. Но 300 кубов сразу никуда не отвезешь, да? Джем. 300 кубов ни одна точка не принимает. Давайте, ЖД-станция, бокс номер 5. 4 поездки мы туда сделаем. Склады сад 1, загрузка. ЖД-бокс номер 5. Везешь джем. Давай, друг. Нет, стой. Не давай. 4 поездки. У тебя вроде точки парковки нету, поэтому ты должен будешь вернуться на сады. Надеюсь, что все это дело будет работать. Далее, друзья. Что мы делаем далее? Раз на паровозике мы не катаемся, то в принципе можно уже заняться тюками. Поэтому погнали поставим тюкалку тюковать. Опять-таки возьмем вальтру для этих целей. Вообще, наверное, имеет смысл купить себе трактор для тюковщика. Чтобы постоянно вальтру не дергать. С другой стороны, мы чаще тюкуем, чем известью посыпаем. Так, тут у нас лежит сухая солома льна. Но, скажем прямо, она нам не сильно нужна, поэтому избавляемся от нее. Потому что тюк из льняной соломы. Хотя, с другой стороны... А, ну она уже сухая была бы. Что-то не поделили здесь дорогу. Ман и Джесси Бишка. А че это вы такие, а? Опять у нас до хрена техники по автодрайву работает. Вот это не очень хорошо, на самом деле. Ну ладно. Так, ты у нас поедешь по маршруту Т-560. Со стартовой точки, без парковки, просто бери и едь. Ну а мы тогда будем эти самые тюки собирать. Собирать мы их будем, как обычно, на вот этом нашем Урале. Соберем тюки, можно будет Урал с контейнером поставить, тоже что-нибудь возить. Но пока тюки. Поехали! 209 тысяч нам прилетело только что. И это, насколько я понимаю, разгрузился первый джем в порту. Да, он сейчас там находится. За 30 кубов 209 тысяч. Это, блин, да мы сегодня разбогатеем. Серьезно. Три проходки было сделано и мы забили первый прицеп тюков. Тюков здесь будет довольно много. Но, в принципе, это и хорошо. Наверное. Поехали, отвезем на склад. Как видите, соломы здесь не очень много. Но сейчас мы выровняем эту ситуацию. Соломы здесь будет предостаточно. Возможно, даже до конца прохождения на этом складе ее вполне себе хватит. Еще, друзья, я подумал, что тюков там достаточно много будет. И чтобы миллион раз не ездить, мы возьмем прицепчик сейчас побольше. А когда приедем и выгрузим, оставим его обратно здесь, поменяем их обратно. Потому что на этот 72 штуки влазят. А 72 это больше, чем 26. Правда, она не очень смотрится. Такая длинная платформа с этим Уралом. Ну да ладно. А у нас, друзья, доехала фура даже до станции. И продается еще джем. И у нас уже есть миллион денег. Даже больше. Там 1400 получится должно. 420, да? 405. А, ну да, в другом месте чуть ниже ценник. Ясно, отлично. В общем-то, в любом случае, меня это радует. Вот все. Еще 209 тысяч нам прилетело. И еще раз продался маленький контейнер. И уже миллион 200 на счету. Да, ребята, что-нибудь мы сегодня определенно дорогое купим. А мы, кстати, тем временем забили вот тюки. Прицеп тюков. Тут еще штук 30 останется примерно лежать соломы на поле. На 30 тюков. Но поехали сначала отвезем это. Теперь-то соломки нашим овечкам хватит до конца своих дней. Хотя, по сути дела, они не так долго живут. Тут еще на несколько поколений этих самых овечек хватит. Ладно, погнали остальные собирать. Тем временем у нас закончилась уборка нашей пшенички. Поэтому этого товарища мы снимаем, переставляем на уборку риса. Плюс 405 тысяч у нас еще прибавилось из-за продажи джема. На этот раз фура приехала. Как-то неудобно я здесь припарковался. Но вообще надо сваливать отсюда. Потому что тюкалка сейчас нагрянет. Так, сцепляемся. Давай, 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 цепляйся. Э, ну что началось-то? Во. И шуруй на поле номер 17. Сейчас он туда приедет. Мы его выставим в работу. Также вот этот товарищ. Ему мы тоже говорим ехать на поле номер 17. Только предварительно съездить на зерно выгрузка. Все, и у них все будет нормально. А мы возвращаемся к нашему Уралу. Надо собрать последние вот эти вот тюки. Последняя проходка осталась нашему тюковщику. И можно будет это поле уже сеять. Вообще, так как оно убрано, нужно еще и самолетик же вызвать. Правильно? Чтобы удобрить. Потому что солому мы не разбрызгивали, не распыляли точнее, а отделяли все это дело. Дынь готова. Тысяча миллиона 680 тысяч у нас на балансе. Прекрасно. Стой, дружище, не разворачивайся. Это опасно. Сейчас на тюк наедешь. Подожди, я его уберу. Не захотел он ждать. Но я успел. Ладно. Такс. В общем-то, он тут собирает. Но собирать ему уже нечего. Хотя, может быть, и соберет. Не, на один тюк там уже точно не хватит. Какие-то граммы еще есть. Но этого недостаточно. В общем-то, повезли. Вот это вот дело тоже отвезем на склад. Тем временем, маленький контейнер. Еще один продался. Еще 209 тысяч мы получили. Черт, какой же ты неуправляемый, Урал. С этим прицепом вообще невозможно на нем ездить. Постоянно его куда-то заносит. Ну ладно, это уже последняя доставка у нас. Поэтому все нормально. Да, соломки мы знатно так подсобрали. Ее, наверное, сейчас будет больше, чем Силоса у нас. Есть такая перспектива, по крайней мере. А что, все больше не влазит? А, больше не влазит. Сколько здесь тюков осталось? 19 штук здесь осталось. Значит, на коровник отвезем. Выгружаем вот сюда. Как-то мы одним полем забили склад. Вот это что-то новенькое. Выгружаем вот сюда. Прицеп этот оставляем здесь. Цепляем прицепчик поменьше. Загружаем эти тюки на него. Давай, друг. Блин, он вообще не поворачивает. Зачем такую неповоротливую машину придумали? Я имею ввиду не мод, а вообще, в принципе, Урал. Я сомневаюсь, что он нормально рулится. Так, выводим тебя на дорожку. Здесь вроде как какие-то дороги должны быть проложены. И отправляем тебя на коровник. Давай, коровник, молоко, загрузка. Это рядом точка находится с выгрузкой тюков. Мы тогда возвращаемся на поле пока. Вот этого товарища снимаем с работы. Едем, паркуем тюкалку. И привозим на это поле вот такую вот адскую конструкцию. Здесь у нас чизель-культиватор. И к нему прицеплена сажалка, которая будет сеять свеклу. Будем дальше производить джем. Для этого нужен сахар. Соответственно, для сахара нужна свекла. Поэтому тут все просто. Маршрутик тоже к простоему загружаем. На 4,5 метра. Только не на 4,5, но на 4. Потому что чизель 4. Сажалка 4,5. Надо, чтобы он ехал по маршруту чизеля. Автодрайв для разгрузки наполнения, разумеется. И автодрайв для разгрузки наполнения. Поле тебе тоже 6,7 поставим. Так, 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 так. Не то. Во, со стартовой точки. Вроде как рабочая схема. Можно было раньше, конечно, поставить это все дело работать. Но, увы, трактор вот этот свободный, который у нас там стоит для чизеля, он с этой конструкцией не справляется. Так, с этим у нас понятно. Уборка у нас идет риса. Пацаны возят джем. Ну и, в общем-то, пускай. А, Урал, да, прибыл на коровник. Хорошо, погнали. С тобой закончим. Тебя же тоже надо выгрузить. Тут, я так понимаю, места тоже не особо много осталось. То есть, тут склад разделен на две части. Один из них, одна часть идет на квадратные тюки. Так что, еще один ряд чего-нибудь можно здесь закинуть. Но, у нас всего хватает, поэтому смысла в этом никакого нет. Этого товарища мы тогда отправляем на садовый центр. На садовый центр. И там у нас рассада, да. Покупать рассаду. В общем, друзья, что у нас происходит далее. Далее мы ждем, пока у нас засеется вот это вот поле. Хотя смысла в этом нет. Убирается рис, продается джем и сок. Я это все дело за кадром сейчас продам по-быстрому. Так, а что ты стоишь здесь? Ладно, да убираем, все будет нормально. И, друзья, в следующей серии мы продолжим вот буквально через пару часов от вот этого момента. Заработаем сейчас еще денег. Потом поедем на паровозике, таки покатаемся, когда открою. А, ну он скоро уже откроется, консервный завод. Томаты, баклажаны, огурцы мы туда отвезем. Плюс посмотрим, сколько мы клубники можем продать. Надо это все в кучу собрать просто. Клубнику на молочную. Короче, все это вот в следующий раз разберемся. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Лайкусики, комментарии, как обычно, не забываем. С вами был Никита Дилэй. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok